Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про трудоустройство, причем не простое, а трудоустройство несовершеннолетних граждан нашей Российской Федерации. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, если что-то непонятно, хотелось бы что-то уточнить, звоните. Мы работаем в прямом эфире по телефону 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. В наших гостях сегодня Оксана Григорьевна Сыброва. Добрый вечер. Добрый. Оксана Григорьевна, председатель комиссии общественной палаты Одинцовского района по науке и образованию. Кроме того, сегодня у нас имеется здесь в студии Татьяна Викторовна Уберенкова. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, в свою очередь, замначальника Центра занятости Одинцовского района. Добрый вечер. Прекрасно. Прекрасно. Ну что же, тема действительно, не скажу, что прям какая-то острая, действительно сложно сказать, да, что именно трудоустройство, да, вот несовершеннолетних зависит там экономический какой-то подъем прям принципиальный и так далее. Но, тем не менее, понятно, что если человек готов до достижения определенного возраста, да, будучи еще школьником, студентом действительно работать, то государство, конечно, должно ему предоставлять такую возможность, и экономика должна также как-то адаптироваться под подобные отчаяния, да, наших граждан. Ну вот, я, конечно, понимаю, что ваши комиссии, ваши центры занимаются непосредственно именно этим направлением. Вот на сегодняшний день в Одинцовском районе несовершеннолетний не имеет вообще возможности устроиться на хорошую, грамотную, вменяемую работу. Святослав, почему вы взяли эту тему? Потому что у нас непосредственно в общественную палату сейчас поступает большое количество вопросов именно от подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которых интересует один вопрос, где в нашем районе они могут трудоустроиться? Как на время летнего периода, то есть, скажем, каникулярного, да, так и во время учебного процесса. Потому что некоторые учатся в вечерний, некоторые учатся в первую половину дня. То есть ребята, подростки, они готовы работать и готовы, скажем так, в дальнейшем для себя выбрать ту профессию, которая будет приносить им удовлетворение. Поэтому этот вопрос важен. И вопросы, которые возникают у ребят, они совершенно правильные. Скажем, например, они спрашивают, с какого возраста можно устроиться на работу? Потом, какова продажительность рабочего времени несовершеннолетних интересуется, ребята? Какие есть профессии запрещенные для несовершеннолетних? Как оплачивается труд? Перечень документов при приеме на работу. Это все их интересует. И поэтому вот хотелось бы поконкретнее все это до них донести, чтобы они четко для себя представляли. Могу заявить, конкретики у нас сегодня, я все-таки надеюсь, будет немало. А хотелось бы сейчас начать с такого общего момента, задать вам вопрос как общественному деятелю. Как вы считаете, почему вообще сегодня в современной России школьники, предположим, вообще озадачиваются, где бы мне устроиться на работу? Ведь по-хорошему это же период самого насыщенного детства. Школа, друзья, самая большая проблема – это контрольная работа, самая большая отрада – это каникулы и так далее. И тут внезапно работа, да, что-то серьезное, взрослое, а для многих и такое, знаете, отрягощающее. Ну, потому что школьники у нас сейчас насколько продвинутые. Они же средства массовой информации, потом вот все компьютеризированные, и они хотят, естественно, попробовать себя в роли взрослых. Я считаю, что это правильно. То есть, думаете, именно дети-акселераторы быстро растут сегодня? Конечно, конечно, растут быстро. Это один, скажем так, из факторов и показателей. Ну, понятно, то есть, действительно, судя по вашим словам, многие хотят пойти на работу, куда-то попробовать, по меньшей мере. Попробовать себя, да, взрослых жизни, конечно. А что им для этого нужно? Действительно, давайте вот перейдем уже в конкретику. С какого вообще возраста человек в Российской Федерации по закону может работать? С 14 лет. С 14 лет. Ну, давайте, наверное, я расскажу. Конечно, давайте. Вообще, по Трудовому кодексу, да, у нас разрешается работать с 16 лет. Значит, ну, если гражданин, вот у нас, несовершеннолетнему, он может работать с 15 лет, если он имеет основное общее образование, да, то есть и с 14 лет также может работать. Но 14 лет работает в том случае, если у него есть разрешение одного из родителей, опекуна, да, или есть, кто воспитывает этого несовершеннолетнего, и разрешение органа опеки и попечительства. Надо сказать сразу, что те, кто работают с 14 лет, им разрешены только легкие виды труда. А можно как-то вот раскрыть, да, что это понятие в себя включает, что исключает? Вы имеете в виду легкие виды труда? Легкие виды труда, да. Ну, вот для несовершеннолетнего, вот если с 14 лет, да, это труд, ну, это какой-то подсобный труд, да, это действительно вот работа в библиотеке, работа за компьютером, да, это, ну, озеленение, уборка. Опять же, без подъема тяжестей, и если ребенок после 14 лет работает в свободное от учебы время, мы как-то больше говорим все-таки про каникулы, а мы говорим, у нас государственная эта услуга, которую оказывает Центр занятости, что это в свободное от учебы время. То есть это подразумевает и летние каникулы, и то, что ребенок может работать в течение всего года, да. То есть я правильно понимаю, даже при самом действительно большом всеобъемлющем желании, например, разгружать вагоны, вот человек чувствует, да, что, ну, очень ему хочется после урока литературы пойти и в вагончик разгрузить. Ну, нельзя, я правильно понимаю? Конечно, тяжелый труд, который... Да, давайте так, у нас как бы существует классификация видов труда, поэтому у нас существует, да, для несовершеннолетних тот труд, который они могут выполнять. Это оптимальный и допустимый. Ни вредные, ни опасные дети не могут работать. А вот, предположим, такая довольно распространенная, да, вакансия как кассир, операционист какого-нибудь, знаете, фастфуда, ресторанчика. Да, это допустимо? Нет, дети не могут нести материальную ответственность. Это тоже запрещено трудовым кодексом. Помощникам, кассира, пожалуйста, это можно. Помощникам, да, а вот с деньгами нет. Ну, разносчикам, наверное, можно. Официантам. Официантам, да, грубо говоря. Официантам можно, дети работают. И там же идет ограничение именно еще по времени, правильно? 14-летние подростки, они больше 2,5 часов не работают. Ну, давайте немножко так сначала тогда, да, опять же, у нас разграничиваем. У нас есть свободное от учебы время и есть время летних каникул. Если это летние каникулы, то когда, то есть, дети не учатся, то в этот период времени у нас дети от 15 до 16 лет могут работать 5 часов в день. То есть продолжительность рабочего времени. Для детей 16-18 это 7 часов. Но если только наступает учебный период, да, то есть, учебный год, то это не должно мешать, во-первых, обучению ребенка, да, ни в коем случае, как бы процессу обучения. Поэтому ребенок работает в свободное от учебы время. Дети 14-16 лет 2,5 часа, а дети уже 16-18, они работают 4 часа. Татьяна Викторовна, а как данный момент регулируется? То есть, предположим, ну, пришел мальчик действительно на работу или там девочка и сказали, вот я хочу работать с 11, да, по 2, там, часа дня, предположим. Понятно, что он же может действительно находиться на вечерней форме обучения и так далее. Он должен предоставить документы, соответственно? Да, обязательно, расписание занятий. То есть он предоставляет справку о форме обучения, то есть он берет вечерняя школа, значит, с вечерней школы. Если он обучается в колледже, там, да, в образовательном учреждении, да, он предоставляет туда справку и расписание уроков. И уже работодатель смотрит, ага, все, вот ты приходишь работать в то время, когда у тебя там нет уроков. То есть составляется вот такой график, чтобы он не мешал процессу обучения. Еще один вопрос у меня довольно, мне кажется, актуальный именно в плане такого, знаете, естественного отбора, на самом деле, для организации по найму новых сотрудников. Понятно, что любой организации требуется сотрудник, который будет, ну, в общем-то, доставлять в финансовом плане как можно меньше проблем, скажем так, да, и при всем при этом будет достаточно профессиональным, чтобы компания не славит дополнительных убытков. То есть нужно, чтобы было дешево, сердит и профессионально. Вот на этом фоне, и на фоне того, что сейчас в стране реально не просто с экономикой, это вполне конкретно кризис, вот, и многие люди даже весьма высокого профессионального уровня теряют свои места, и потом им очень сложно найти что-то новое. Вот в условиях этой новой экономической реальности насколько на рынке труда вообще востребованы несовершеннолетние? Вы знаете, конечно, в любом случае несовершеннолетние выполняют все-таки это неквалифицированный труд, да. То есть это тот, что без опыта работы, без квалификации, как говорится, да, принимают. И, конечно, если к любому работодателю, да, придет с опытом работы с квалификацией, соответственно, он отдаст предпочтение все-таки у того, кого выше, да, как бы по опыту работы по квалификации. Ну и, как я сказал, тем не менее, сейчас многие люди действительно потеряли работу. Вот на этом фоне несовершеннолетние сейчас все еще в тренде, или все-таки у них, что называется, не лучшие времена? Вот я хочу сказать, что сами несовершеннолетние вот очень активны. Вы бы видели тех детей, вот почему мы очень актуальная программа, потому что вот у нас душа болит за детей, когда приходят вот эти несовершеннолетние, и нам им просто приходится отказывать, а это, ну видно, беседуешь, это вот действительно умные, красивые, молодые люди, да, вот, ну очень хорошие дети. Поэтому мы предлагаем работодателям все-таки посмотреть. Вот смотрите, понятно, сложно, но у каждого работодателя работают на вот сотрудники, у него же в организации, ведь он же может не брать со стороны с улицы, да, он может предложить того же 14-18-летнего, да, ребенка своего сотрудника, попробовать, чтобы вот этот, своего ребенка, своего сотрудника, можно попробовать, да, вот дать работу хотя бы вот шанс вот этим детям, детям своих, как говорится, специалистов, чтобы они летом вот у нас трудоустроились, потому что у нас вот в этом году мы трудоустроили 1040 вот несовершеннолетних, но хочу сказать, это как бы большая цифра, да, но при этом эта цифра, это в основном летние бригады, которые были созданы, да, при школах, то есть было постановление главы администрации Одинцовского района, да, были созданы вот и летние бригады, и вот дети работали в основном. Ну, они в основном занимались же озеленением, обрезкой кустарников, ухаживая западки. Это благоустройство и уборка школьных территорий, да. Насколько я понимаю, я вот как раз вспомнил сейчас об этом моменте, ведь городское поселение Одинцово, предположим, действительно именно облагораживанием, озеленением занимаются во многом именно подростки. То есть, если я так понимаю, есть определенные организации, которые сезонно даже выделяют некоторое количество рабочих мест, предусмотренные для несовершеннолетних. Да, именно высадкой вот цветов, потом там идет озеленение дворов, обрезка кустарников, есть такой, да. У меня к вам, соответственно, вопрос касательно вот непосредственно работы вашей организации, потому что именно ваш центр занимается их трудоустройством. Есть ли у вас какой-то приоритет, да, все-таки взрослого сотрудника перед несовершеннолетним? И вот вы проводите, да, соответственно, собеседование с работодателем и так далее, или пытаетесь какие-то равные возможности задавать? Значит, конечно, мы пытаемся, если у нас есть несовершеннолетний, да, готов пойти работать, мы пытаемся связаться с работодателем, да, по какой-то, ну, вот профессии, спецкакая, ну, заявлено у нас в центре занятости, для того, чтобы он взял на эту должность, да, несовершеннолетнего. Бывают, конечно, соглашаются, но бывают и отказывают. Поэтому такие случаи тоже бывают. Конечно, предпочтения там отдают все-таки, вот, надо сказать, что более взрослым, ну, тем, кто уже старше 18 лет. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о трудоустройстве несовершеннолетних, но если у вас имеются любые вопросы по профилю работы Общественной палаты Одинцовского муниципального района, звоните, наш телефон 508-86-84. Даже если ваши вопросы не будут относиться к теме сегодняшнего эфира, в любом случае мы их рассматриваем как официальное обращение в Общественную палату. Ну что ж, давайте продолжим беседу. Меня очень большое любопытство вызывает, даже, знаете, не столько, как ни странно, вопрос вот фактического трудоустройства, ребят, да? Сколько вопросов того, что они, в принципе, понимают под своим трудоустройством. Что они хотят. Абсолютно верно. Действительно ли они видят себя в какой-либо профессии, или это, в первую очередь, да, доминирует просто желание подработать, пока есть свободное время и так далее. Насколько вот они вот это самосознание включают и понимают, что вот я бы хотел быть инженером, мне интересно, как это выглядит. Я хочу хотя бы изнутри, на каких-то, знаете, таких лайтовых просто моментах посмотреть, как это. Можно я скажу? Конечно. Значит, я хочу сказать, что вот дети, которые приходят там в центр занятости, у них с уровнем притязаний как раз всё в порядке. Они себя, вот я почему очень хвалю наших, да, вот всех несовершеннолетних, потому что они себя адекватно рассматривают, да, то есть они понимают, что вот почтальон, всё, значит, он идёт почтальоном, оператором связи, пойдёт оператором связи. То есть, да, если уборщик территории, уборщиком территории, то есть он не претендует, да, там, идти на… На эти технологии. Конечно, идти на какие-то, на более высококвалифицированные, он понимает, он себя оценивает адекватно, что он может… Дети, значит, они себя рассматривают. Во-первых, они понимают, что это им пригодится. Они сразу говорят, поработаю в этом году, вот там, уборщиком территории, в следующем году ещё кем-то поработаю, да. Конечно, заработок тоже немаловажный. Просто приходят дети, иногда сразу спрашивают, а сколько я буду там получать, сколько мне будут платить. Ну вот, как бы я хотела сказать, потому что действительно сложная экономическая ситуация. Почему дети интересуют также заработок? Потому что вот уже говорила, что у нас в центре занятости есть вот целые семьи, которые попали под сокращение, под ликвидацию, да. И то есть дети хотят материально помочь семье, поэтому вот тут как бы… Ну, это непосредственно идут учащиеся, то есть ученики. А уже, скажем, категория студенчества, они совершенно по-другому к этому относятся. У них уже целенаправленно какое-то… Там уже узнал, что же споджимают. Да, они рассматривают профессию свою как будущее, да, вот на что они учатся, в каком факультете. Очень интересно, что вы вспомнили о студенчестве, потому что имеется такое явление. За последние лет 15-20 у нас, как и во многих странах Европы, очень активно продвигались и пропагандировались профессии, как действительно у некоторого высокого топового уровня, которые ассоциировались как-то в массовом сознании с благополучием финансовым, с интересной занятостью и так далее. Это зачастую экономисты, юристы, финансисты и так далее. И сейчас вот где-то на рубеже 2010 года, многие страны Западной Европы и Россия в том числе столкнулись с ситуацией, при которой рынок переполнен специалистами, причем зачастую, вы сами понимаете, святое место пустое не бывает, раз в стране условно нужны экономисты, значит появляется миллион вузов, которые готовят экономистов, качество образования непонятно и так далее. В результате сейчас экономистов полно. Юристов тоже. Юристов тоже немало, уже совершенно непонятно, где по идее все эти деньги, где все эти судебные процессы, которые должны кормить эти профессии. Но тем не менее, что у нас с остальными профессиями? Мне очень любопытно показалось, что вы вспомнили про почтальонов, предположим, и так далее. Затерянная профессия по нашей жизни, правда? Как ни странно, хотя очень даже как была востребована, так и осталась. У нас и сейчас есть, кто требуется по этой профессии. А вообще к нам редко обращаются именно дети, которые в 17 лет же не заканчивают образовательные учреждения, то есть это еще как бы рановато. А те, кто учатся, как правило, они определяются, где будет проходить практику, где будет уже работать, если у них так получается. То есть более самостоятельно. Хочу сказать, что выпускники и учащиеся образовательных учреждений, я имею в виду колледжи, институты, кому-то еще нет, вузы, они редко к нам обращаются. Потому что действительно у них есть, у этой категории уже есть запрос, если работать, то уже работать немножечко со спецификой, хотя бы хоть чуть-чуть, работать близко уже по своей профессии, которую они получают в учебном заведении. Довольно любопытно, что за последнее время стало очевидным, насколько пророческим оказались курсы по повышению квалификации, различные кружки именно для школьников и студентов, которые, помимо их основного образования, должны были их подготовить с точки зрения выбора профессии. Их массово организовали еще где-то в начале и в середине нулевых годов. И сейчас, когда очень много говорят об импортозамещении, внезапно стало понятно, что те специалисты, которых тогда еще подготовили, которые сейчас выросли, они оказались... Да, они оказались очень даже к месту. Мы недавно готовили материал, как раз с участием общественной палаты, если не ошибаюсь, молодежного парламента Одинцовского района, о том, как молодых профессионалов, специалистов готовят в Одинцовском районе. Я сейчас предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть на этом. Конец 2015-го и начало 2016-го годов показали общественности, насколько зависима российская экономика от экспорта энергоресурсов. Стремительные изменения курса рубля по отношению к доллару США и евро многие эксперты напрямую связывают с ценами на нефть. Их резкие скачки уже привели к тому, что порой называют новой экономической реальностью. Приходит постепенно осознание того, что на одном экспорте энергетических ресурсов наша страна не сможет выжить, не будет конкурентоспособной и необходимо развивать технологический сектор промышленности. А без качественной подготовки кадров это, естественно, невозможно. Очевидным выходом из сложившейся ситуации может стать развитие экспорта других продуктов. Работа по этому направлению уже ведется. Так, совсем недавно Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки опубликовало прогноз, согласно которому Россия может стать мировым лидером в экспорте пшеницы уже в этом году. Другие направления, на которые возлагают надежды отечественные экономисты и общественники, это промышленность и инженерные достижения. Вопрос развития школ технологического творчества молодежи стоит у общественной палаты Одинцовского района на особой повестке. Это связано с тем, что технологическое отставание России от ряда западных стран стало для нас очевидным. Его нужно сокращать. Россия всегда была страной инженерных проектов мирового значения. Лишь за 20 век наши специалисты отправили первого человека в космос, испытали мощнейшую царь-бомбу, сконструировали и произвели самый массовый вертолет в мире — Ми-8. Подготовки поколения, которые сможет продолжить славные традиции русской научной мысли, уделяют особое внимание как власти, так и отдельные энтузиасты. В нашем районе существуют не только школы дополнительного технического образования, но и настоящие классы робототехники. Я в свое время увидел те средства обучения в школе, в институте, в университетах, те средства, которые применяются сейчас на Западе. Насколько это можно сделать интересно и увлекательно, и я решил сделать подобную аналогию здесь, в Одинцово, в городе, где я живу, для ребят. И, в общем-то, посмотреть, насколько им действительно это будет интересно. В будущем я хочу стать робототехником. И мы выполняем разные миссии, и сейчас у нас космические миссии, например, забрать космонавта. Если надо, мы добавляем к роботу какие-то детали, а потом мы делаем программу и экспериментируем, а затем у нас получается миссия. По словам преподавателей школы робототехники, средний возраст юных инженеров — 10 лет. Ребята уже проявляют интерес к механике, математике и физике. Методика, которая позволяет обучать детей самым различным техническим направлением, ну, такой игровой форме. И чем старше дети становятся, тем более сложнее становится это обучение. Тут интересно, потому что я очень фанат лего, и мне нравится как бы собирать лего-роботов и проходить их миссии. Вопросы воспитания технически подкованной молодежи находятся на особом контроле общественной палаты Одинцовского района и других активистов. Нередко они присутствуют на открытых уроках учреждений, которые пытаются расширить для ребят школьную программу. Ребенок, приходя в подобные школы, сталкивается с какими-то задачами, которые выполняет возможный инженер, да, уже как взрослый состоявшийся специалист на каком-то производстве в конструкторском бюро. За последние годы по всей стране появились сотни специализированных школ и курсов. Повышение числа государственных и частных учреждений расширенного технического образования дает надежду на то, что русская научная мысль будет жить и развиваться. Ну что же, вот так выглядит эта ситуация на данный момент. Тем временем у нас еще один гость. В нашей студии мы приветствуем Ольгу Георгиевну Лемарову. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Георгиевна, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского муниципального района. Я так понимаю, что с кем, как ни с вами, разговаривать на тему трудоустройства наших подростков и продолжая тему нашего сюжета, все-таки вот насколько реально ребята сегодня хотят, знаете, с первых школьных там дней, лет, как-то вот определять для себя свой будущий путь. Многие ведь просто плывут по течению, но тем не менее наш материал показывает, что есть и такие, причем их много, которые уже хотят сразу понимать, что они будут собой представлять. Возможно так. Оксана Григорьевна сейчас и Святослав, вы беседовали с Татьяной Викторовной, заместителем директора Центра занятости населения по Одинцовскому району. И, конечно, Татьяна Викторовна очень хорошо рассказала и о квотировании рабочих мест, и о том, сколько несовершеннолетних в этом году устроено было на работу. Я бы прежде всего сказала о том, что, конечно, в этом году наш район по трудоустройству и трудовой занятости несовершеннолетних в летний период времени на одном из первых мест в Московской области. И, в общем-то, мы как комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, прежде всего думаем о той категории несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот это нас больше всего волнует. У них нужда имеется. Да, у них имеется нужда. И эти ребята, эти уже подростки, будем так говорить правильно, потому что с 14 лет, возможно, трудоустроиться, они, конечно, очень хотят работать. Очень хотят работать. Как сказать, продолжат они свой жизненный путь по этой специальности, по которой трудоустраиваются или нет, мы, конечно, не знаем. Но, тем не менее, подработать в летний период особенно им необходимо. Ну, по данному направлению вашей работы, тут, конечно, стоит понимать, что очень важный аспект, возможно, даже самый важный, это именно возможность подработать, то есть несколько облегчить вот это время, сложные жизни. И семейное положение, совершенно правильно, и какие-то карманные денежки. Но я хочу отметить, что это всегда было. Всегда ребята, и в наше время, да, и в ваше время, наверное, всегда ребята хотели трудоустроиться, всегда хотели иметь карманные деньги, да, независимость почувствовать. Совершенно правильно. Хоть какую-то, естественно. Хоть совершенно правильно. Но для ребят в сложной жизненной ситуации, финансовая независимость, это нечто гораздо более глубоким смыслом. Это помощь семье. Наши ребята, да, вот Оксана Григорьевна опередила, на самом деле. Это помощь семье. Это помощь семье, действительно. И хочу сказать, что, конечно, мы подводили под руководством нашего председателя комиссии Татьяны Викторовны Одинцовой, да, подводили итоги летней занятости и пришли к выводу о том, что не все наши предприятия желают, к большому сожалению, желают трудоустроить несовершеннолетних. Всего три предприятия трудоустраивали наших подростков. И, как бы, среди них муниципальное жилищное коммунальное хозяйство. Это как раз сезон. Это как раз сезон. То, о чем говорили. Совершенно правильно. То, о чем говорили. Как же с этим бороться? Понятно, что насильно мил не будет. Поэтому, да, поэтому вот комиссия по делам несовершеннолетних, являясь координатором, решила, что нужно прежде всего пригласить нашу общественную палату, которая нам всегда помогает, действительно во всем помогает. Далее, торгово-промышленную палату представителей, ну, естественно, Центр занятости населения, то есть всех заинтересованных лиц. Для того, чтобы, вот, продумать алгоритм, как мы будем на следующий 2017 год трудоустраивать несовершеннолетних. А, кстати, имеется ли какая-то у нас информация, сколько мы вообще планируем создать рабочих мест для этого? Конечно, мы должны в 2017 году строить 1250 несовершеннолетних, потому что у нас армия детей от 14 до 18 по Одинцовскому району составляет более 10 тысяч человек. И в продолжение вот о том, что говорила Ольга Георгиевна, хочу сказать, что по этому вопросу у нас было открытое расширенное заседание на прошлой неделе в администрации нашего района 15-го числа, где как раз под руководством комиссии, именно эта комиссия по делам совершеннолетних проводила. Такое расширенное было заседание, где мы вот как раз и разрабатывали, скажем, этот алгоритм действий, составляли, как теперь модно говорить, да, маршрутную карту, как действовать. И я считаю, что оно прошло на очень хорошем уровне. Ну, во всяком случае, сегодня мы все с вами здесь встретились. Да, мы все встретились, вы решили эту передачу сделать для того, чтобы именно вынести, чтобы все знали, что этот вопрос волнует. Я так понимаю, что просто общественная палата, кроме того, о чем вы сейчас сказали, именно как орган, постоянно работающий с предпринимателями, с организациями, с частными. Мы хотим помочь. Вы ведь можете провести и некоторую разъяснительную и агитационную работу среди руководителей этих предприятий. Правильно, о том, что если это молодежь, ну, нужно устраивать по работе. Нужно. По крайней мере, хотя бы по одному-два человечка на предприятии нужно взять под свое крыло. Ну, будем говорить так. Потому что каждый предприниматель это себе может позволить. Мы говорили о том, что существует закон о квотировании рабочих мест. И на предприятия можно брать несовершеннолетних, да, как шефами, подшефными, вот так будем говорить, помогать, смотреть, следить, наблюдать за ними. И в то же время воспитывать. Лучших детей, совершенно правильно, лучших детей, может быть, и когда-то оставят они на своем предприятии. Это понятно. Поэтому на нашем расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних присутствовали представитель торгово-промышленной палаты, который тоже обещал помочь в этом направлении. Ну, а сейчас, поскольку мы уже позицию выработали, правильно, все вместе, в средствах массовой информации, вот, с вашей, Святослав, помощью, мы даем вот такую рекламу, что возможно трудоустраиваться, да, тем несовершеннолетние, которые хотят. И куда обращаться. Куда обращаться. Они теперь знают совершенно правильно. Хотя проводится такая работа разъяснительная и в школах, и, в общем-то, на комиссии по делам несовершеннолетних. И комиссия дает направление тем ребятам, которые у нас не учатся и не работают, есть такие ребята через центр занятости. Это сложная категория несовершеннолетних. Может быть, и не всегда они хотят поработать. Поэтому мы и просим, просим, обращаемся ко всем руководителям предприятий, к взрослым людям, чтобы оказали такую помощь и взяли наших несовершеннолетних на работу. Ну что же, Ольга Георгиевна, Оксана Григорьевна, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приехали и согласились эту реально непростую тему обсудить, даже несколько шероховатую, не побоюсь этого слова. Уверен, что когда мы в следующий раз с вами увидимся, у нас уже будут, возможно, даже какие-то предварительные итоги за 17-й год. Мы хотим сделать цикл передач, чтобы потом сказать, что мы сделали, да, и пригласить тех, кто поработал. И, конечно, Святослав, я хочу сказать, вот сейчас провели разъяснительную работу, правильно, да, алгоритм выработали, и, конечно, теперь закоперщиком у нас является Центр занятости населения, который должен, да, должен составить договора, да. Ну что же, еще раз спасибо, что приезжали. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о трудоустройстве, о трудоустройстве несовершеннолетних, подростков. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон неизменный, 508-86-84, либо вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского муниципального района на их официальном сайте. Там имеется весьма удобная форма обратной связи, или вы можете просто написать им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова